Здесь все это у американцев не выиграть, если будет, так сказать, на равных идёт. Ну, вы знаете, счёт 3-2. В таких случаях обязательно американцу дадут победу. Ну, правый вот, прямой правый сейчас хороший был удар. Опять удар открытой перчаткой и прижал немножечко соперника. За это замечание. А вот видите, сейчас зал оживился. Дональд активизировался. Ну, закончился второй раунд. И второй раунд выиграл наш боксёр. Итак, перед вами Лерри Дональд. Боксёр из города Синциннати. Ему 23 года. Тренирует его Билли Джойнер. Начал заниматься боксом всего-навсего 3 года назад. Это очень редкое явление здесь, в Америке. Обычно с 6-7 лет начинают заниматься боксёры своим любимым видом спорта. А вот Лерри Дональд всего лишь 3 года занимается боксом. И уже серебряный призёр чемпионата США. Ну, у него небогатый послужной список. Кстати, на Чемпионате мира он участвовал в Чемпионате мира в Москве. И проиграл там болгарскому боксёру. Вот видите, как активизировался. Я говорил о том, что он проиграл болгарскому боксёру. Он как раз участник этих соревнований Игорь Добрый. Ох, какой он отличный. Ну, надо продолжать атаку. Вот здесь идёт взаимный обмен ударами. Он выиграл у Свилена Русинова, у болгарского боксёра, который участвует здесь в играх Доброй Воли. Ещё активнее. Хорошо. Прямой правый опять проходит. Отличная атака. Вот зал загудел. Ну, Женя, ещё немножко. И никак. Ну, сейчас идёт на обмен ударами. Я уже не раз вам говорил о том, что любят очень американские болельщики вот именно обмен ударами, чтобы много было ударов. Неважно, точны они или нет. Ну, Белоусов-то точнее вот в этом даже сейчас моменте. Вот эту минуту надо проработать как следует. Вот так. Прямой правый. Она всё время проходит. Отличный удар. Ну, Женя, ещё немножко, немножко. Надо эффектно закончить бой. Отлично. Ну, чтобы даже у болельщиков не было никаких сомнений. И ещё один. Ну, надо ещё один удар. Хороший удар. Вот так. Прямой опять правый достаёт. Выигрывает. Отличный левый боковой. Вот это удар. И вот так эффектно заканчивает бой Евгений Белоусов. Я думаю, сомнений никаких нет. Ну, может быть, какие-то судейские происки. И то, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Кстати, познакомлю вас с боковыми судьями. Это представители Австрии, Великобритании, Канады, Кубы и Таиланда. И рефери в ринге Франко Благонич, Югославия. Евгений Белоусов отлично начал соревнования здесь, в Сиэтле. Он победил чемпиона мира кубинца Роберто Балладо. Ну, правда, справедливости ради надо отметить, что кубинец получил повреждения в первом раунде. И не смог продолжать бой. Но до этого момента все-таки преимущество было на стороне Белоусова. Именно поэтому ему была присуждена победа за две секунды до окончания первого раунда. Затем в полуфинале Женя боксировал против румына Василия Димитруая. И дисклинифицирован был соперник. В общем-то, так сказать, практически не боксировал он против Белоусова. Его дисклинифицировали, и Женя вышел в финал. А Лерри Дональд выиграл сначала у западно-германского боксера Вольфганга Хааса. И затем у Майка Хайдека, бронзового призера Чемпионата Мира, боксера из ГДР. Вы готовы сейчас для решения на выбор номер один. Друзья и господи, это сплитная решение. Счастники выбрали три.